что наконец-то нам наконец-то команда бить идти и команда им после был геймин встречаются между собой вот то есть все происходит в рамках фаска по 45 58 и first бан у команды а и джи а м гау так вот инга дети рун ну как он команды вот это на пике как вы видите и вот он пикает точнее банит инвокера снейл в прошлой игре отличился просто невероятными банами невероятные почему потому что банил он всех тех кого бани сейчас не принято она кроме эмбер спирит а эмбер спирит было потом был еще там сайлентер был будет до был будет короче куча всего было такого чего в основном не банят но короче вот оно было и в хорошем стиле принципе выиграла команда бить идти прошлую игру посмотрим что будет в этой игре бэтрайдер инвокер от дитруна как же дети рун как-то может быть как-то но после три согласных сразу идут и сложно выговорить дети рун датру может доктор рун какой-то если было бы дыре доктор тун короче в общем дети рун дети рун что такое дети рун я вообще не знаю кстати бреста вот тоже до отправляют банк ну и первый пик будет у этого самого дети руна посмотрим что же он там все напикает так ну тут понимаете в чем дело тут просто один есть пик да вот сейчас у него будет у команды им га а вот дальше у смейла то будет целых два пика поэтому тоже как-то так знаете аккуратно пикать может быть хардлейнера пик пока там никого не перебанит еще пока только двоих забанили может быть начать саппорта так аккуратно не раскрывая свои карты ну не знаю не знаю что там сейчас думать дитруну вот у него уже пошло дополнительное время поэтому наверное есть над чем ему подумать вот сейчас он свою тактику пиков и банов то есть тактику драфта да сейчас продумывать на несколько шагов вперед чтобы там все аккуратно у него сложилось так как нам для его команды и это дизраптор вот оно что неужели знаком шуролета дитерон с капитаном команды и джену дизраптор до интересный интересный пик тем более самым первым собственно пиком самым первым выбором да окей но и снаил сейчас тоже видите как бы задумался да что же собственно дизраптор то к чему он здесь вообще что это такое откуда здесь дизраптор дизраптор кстати ребята очень очень такая полезная штукенция это очень полезная махина сплав вообще целая куча кастуются довольно таки легко быстро но главное попадать да ну как бы радиуса в принципе не маленький спилов но все равно 2 и это лечу вот так вот лечь может быть это дабла в мид с лечом с каким-нибудь ну даблу в мид с лечом ставить как бы еще пока рано потому что непонятно кто там мид пойдет вот ну и можно просто сейчас какого-то второго счет того саппорт добрать может быть это дазл будет такой универсальный саппорт или какой-то может быть саппорт более такой агрессивный типа сенткинга то и да что то вот из этого может быть дизраптор на самом деле я бы сейчас какой-то хард лейдера пик ну потому что как бы с хард лейнером там выбор более очевиден а вот саппорта можно подстроиться то может быть ли он а тогда со станом или растут раз так кстати почему нет хороший саппорт и все у него есть и стан есть у него как бы даже ну ну такой конечно стан а это салисе рук с этим отправлялся ли сером бансный ну сейчас решил забрать может быть саленсер такой в центр пойдет сейчас эра саленсера что ли возвращается может быть а может и не возвращается и бэйн вот так вот бэн сать я недавно видел как недавно где-то с неделю полторы назад и игру тоже с бэйном бэйн был в центре бэйн в центре там просто так расформился так разрушался просто разжирил растолстел что было его не остановить вообще никак но вот лайфстиллер у нас отправляется пока что я вот пока у нас лайфстиллер там отправился свернусь позволю тебе свернуться правее там все ли у нас ок а у нас все совершенно ок все совершенно у нас ок лайфстиллер но видите по керри решил зайти сейчас у нас дартон дт рун дарун мирана ну потому что бэйн поэтому сразу же эмиран отправляют в бан на всякий случай от греха подальше ну а лайфстиллера сами отправили сами инга отправили поэтому тут как бы немножко попроще будет и еще антимаг антимакс х странный бан а почему антимаг может быть ну дизраптор бэйн понятно они как бы антимага боятся но это саппорт и как бы их на самом деле не жалко там если что отдать может быть там когда дальше пойдут какие-то ребята с маной там типа штормов или что такое ну и нагубите убирает подальше то есть вообще совсем совсем далеко чтобы в этой игре она и даже не думала появляться но вот сейчас что сейчас будет пик у снейла и снейл думает над чем ну не ясно чем конечно он думает но надо вы хард лейнер какой-то выбирать или керри что такое еще не понятно нам руль с алисера с вами вот в чем проблема как бы если брать час хард лейнер какого-то со станами учат бы кентавр зашел потому что пока нечем как бы цеплять то есть личность это все хорошо на цеплять не чем может быть рубик что такое может быть саленсер в мид пойдет вот тогда бы еще одного саппорта там типа санкинга добрать может быть даже войда и там ну типа саленсера в мид и лич стоит дом будут например луну выфармливать и сложную там какого-нибудь кентавра и вообще будет все хорошо ну вот нас отпадает да ну без войда но вот сразу решили керри показать а потом уже более важные какие-то элементы в свой пик добавлять но хорошо керри как бы ясен керри ясен и понятен и аксу акс ну такую на агрессивно так понимаю игру настроена команда то impossible gaming мы посмотрим посмотрим но если акс то тогда нужны какие-то стану нужны ранжевые герой по максимуму чтобы аксу настреливать пока он добирать но здесь пока так и есть ребята лич саленсер луна все ренджевые а у луны есть что по смерти lunar blessing у нее есть пассивная который дает дополнительный урон окружающим союзным героям и лич саленсер будут благодарны за это у луны единственная проблема что-то дополнительный урон он в цифрах они в процентах ведь 14 22 30 38 это просто так это не проценты это не проценты не проценты но вот окей с нейл да что что нам покажешь луна есть значит да ну нечем цеплять опять таки вот мы возвращаемся к тому что цеплять нечем и цеплять надо чем-то может быть хотя бы нет ну влеча нового но это такое знаете цепляние очень не как бы ненадежная но у луны тоже бим но это тоже такое бим знаете там 0 1 он станет надо что-то такое и триан протектора был прошлой игре триан процент тренд протектор но кстати если то саленсер в центр пойдет а он должен идти в центр видите потому что триант появился ну тогда нужен в сложную по-любому нужен кентавр ну вот как ни крути кентавр нужен ну или же нужен клокверк потому что только кто же может зайти учитывая что луна саленсер и лич они все рейнджевые там можно хорошо в логе то нескольких героев зажать туда лич может пустить свой чейн frost и но все равно стан довольно таки долгий в кулдауне у клокверка особенно если нет у него того самого того сама гонима ну загоним 14 секунд на 14 секунд там ног много то есть сражение можно два раза и не бросить хукшот понимаете можно не бросить ладно в общем мы думаем чем там чем команда impossible гейминг должна ответить и вот они тоже думают вот они сейчас это джаггернаут то есть это акс в мид что ли или как джаггернаута я люблю джаггернаут это мой любимый герой но что он здесь будет делать но будет с бэйном и дезераптором фармить а акс что акс в мид действительно пойдет порно против саленсера в принципе ну ну не знаю не знаю но даже даже вообще не знаю по идее саленсеру все должен быть хорошо вот два ура отправили на всякий случай подальше что там саленсера не законтрить ну и ну и хорошо и хорошо и но увидите да разгадали как бы план что там последний будет хардленер за отправили дарксира но дарксир дарксир мог бы здесь зайти был бы здесь воин чтобы стягивать под что-то а так стягивать вот под что ну просто сын на стенку можно ну лишь как бы даст ультимейт такое все равно лучше стянуть вот под что-то конкретное вот например вот под дизраптора до стянуть вот это да это круто но клокверка надо брать ник а нет нет кентавра кентавра лучше кентавра все-таки не больше кентавра нравится он будет и врываться он может и врываться без даггера даже то есть забежал там под ускорением топнул ну вот а 19 секунд как бы дождать все равно недолго сейчас посмотрим на чем же снейл то становится и должен останавливаться на кентавре по моему мнению не это пак ну тоже вариант кстати тоже вариант но тогда у нас может дерево пойти сложную а вот это вот трипла луна саленсер лич пойдут в центр о смысле в легкую как-то так ну и темплар ассасин тогда акт идет сложно темпларка в мид ну и там трипла ну вот как то так ну акт сложно в принципе будет его очень очень плохо если да в любом случае какая бы трипла не было будет очень сложно потому что будет луна будет лечь то есть вот не понятно просто кто к этой трипле еще кого к этой трипле доставят дабле точнее к луне или чухова добавит хотя так кто у нас вылетел кто-то вылетел у нас вылетел коричневый игрок и ну ждем и начала ребят ждем и начала вот они пике вы видите их на своих экранах все это хорошо все великолепно и 10 секунд слышите да остается нас времени но и ворвемся мы уже в игру наконец-то зусток сколько можно ждать уже уже хочется играть сколько можно ждать надо играть так вот мы попали с вами в игру и и и что и пауза да ну пауза потому что disconnect пишет вот артимон давайте пока посмотрим кто же на ком играть пока у нас пауза есть время можем быстренько представить команды и так дыртун в общем-то дыртун датырун что я дыртун датырун акс дитирун вот дитиру на аксе а из крем на ты парке к хулика на с этой позиции на там на там парочки вот она на дизрапторе x q это x q это x q это точно не могу прочесть не могу сказать как это читается но как-то вот примерно так на так это темпларк один уже гернаут это бэйн стенден и айхонце вот айхонце да на войне ну и джаггернаут которого чуть прокликать не могу так вот прокликаю его мистер брейн мистер брейн на джаггернаут так занес над ним топор акс за руку акс огромный до по сравнению джаггернаутом и темпларкой просто зверь просто зверь но при всем при этом у него дэмаджа то всего лишь 51 на самом деле что же касается команды бить идти то давайте посмотрим на этих вот товарищей с мэйл капитан команды на на деревце играет на деревце на луне будет пудка пудка на луне саленсер смотрите все с щитами луна луна с щитом вот с таким вот пардона в другой руке и одержит луна а саленсер левша кстати саленсер то левша слушайте первый раз у тебя сейчас обращаю на это внимание саленсер левша ару ару номина саленсере а ну и пак у нас артемон супамида а вот так получается то есть супамида видимо будет в мид идти ну и вот последний герой который к нам еще не подсоединился это кто это лич и вот лич 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 уже здесь и вот он лич появляется и так лич kind of redishes ну я думаю пауза сейчас у нас падет то есть и отожмут и побегут ребята по своим лайном после манты значит у нас дерево попробовать сложно как-то отстоять дерево будет сложно возможно стоять и опыт получать но дерево в принципе просто может вот так вот сразу ней черги из себя вкачать и просто вот забежать сюда вот например в это место и тут так что-то вы ждут там может быть опять у кого-то настройки это спали ну посмотрим посмотрим мы подождем посмотрим подождем ну так дерево на дерево забегает сюда вот где-то пауза пока не могло нарисовать что было понятнее этом что я имею ввиду короче бросает на себя инвиз и стоит просто получает опыт и и все у него хорошо все у него хорошо можно даже вот сюда куда-то вот где-то вот в этой части можно запрятаться в этой области потому что тогда еще можно если что если увидите что крипов мало побежать вот вдоль этих деревьев и похватать опыта с крипов которых здесь пуля которых здесь пуля отсюда ну ок вот в пятером там уже выбрались так вылазку то выбрались на вылазку то есть перед завтрашним днем уже готовится команда а мга не знаю будет сейчас на 9 мая то вместе на природе отмечать праздник но вот сейчас они собрались правда немножко под отстал бэйн и вот это плохо потому что бэйн бэйн единственный кто может зацепить сейчас бэйн единый кто может зацепить а он же пока к нему смог прилетит а то есть это такой видите выход просто поставить вард или может быть выход чтобы подождать и выйти совсем уж совсем уж на троих выйдет когда трипла придет подождать подождать всех но смог то не зря купил принес так пин гучу давайте руны проверяю но здесь тоже видите ребята сильно то не выходят а у нас сложную оказывается идет лич а вот вот так вот у нас вот так но в принципе да лично сложная может стоять или сложная стоит неплохо почему потому что крипов он поедает понимаете поедает крипов всю и линия в любом случае пушится в его сторону а руна у нас иллюзии появилась часа и на нее попинговал оранжевый игрок это бэйн горит ребята ищите руну там ну темп ларка против пока скажем так это одно из классических противостояний потому что в свое время особенно когда у темп ларки был этот вот рефракшна юни 100 маны стоило 80 то очень часто можно было встретить даже на профессиональной сцене вот это пларку против парка что-то там про зелень какую-то сказала hidden one green читаю видите лич уже понимает что плохо им будет стоять потому что сэнды на их он знает что делать это я влеча то нету нового понимаете на первом леволе ничего не может дать но как сильно уже пропушил сюда линию мистер брэйн ну конечно это ошибка с его стороны хотя может быть это не ошибка хотя это может быть просто из-за того что улически одного крипа пояну вот но вот он бросил давай хонса правильно делать сейчас будет дальше в убить одну точку дала вторую вторую просто джигант джигант отогнал отогнал когда вредишь kind of reddish и все правильно я сказал почему да потому что так свечи что делает на троих просто не боится так потом налича так понимание на на пока короче на кого-то на кого а на луну на луну ну а кто здесь будет сложно будет сложно я честно говорю потому что это даже не кентавр кентавр может топнуть может ускориться там на шестом левеле убежать а акс не может сделать нет у него эскипов никаких ну и что и а ведь опутка так формит хорошо линию не пушит ноут просто саппорты плохо что они не это не не стакают не стакают не как-то там чего-то так нас пауза пока что не пулят но может быть пули тут и не надо как бы луне она особо и не в плюс когда пулят но хотя бы для себя стакать там чего-то вот пойти вот здесь вот дерево то может абсолютно спокойно а дерево кстати настакала здесь вот так вот они будут настакивать дальше может быть тройной стак хотят сделать а потом крипов уже туда уводить но может быть и такой вариант почему нет почему нет хорошо хорошо подвышка конечно путки будет не очень удобно добивать но добьет да нормально смерти лунта уже все один плюс 14 демпжа там принципе хватает тысячи саппорта будет помогать да вот последний ударчик но одного пропустил в принципе не страшно не страшно лишь тем временем поел лишь поел и он сытый сытый не голоден ну а мистер брейн пока что четыре всего лишь крипа имеет своем активе тут еще вышка активно помогает но сразу жите вот айхонста понимаешь вот уже просто так с чем-то не справишься просто так совсем не справишься вот если бы здесь и помог но дизаторе тут стана понимаете вот если бы был какой-то ну просто эти ли что что делать он просто до вудах трипло унижает лечь вообще ну как бы не хотелось такое слово применять использовать но так она на самом деле есть вот такая до фредиши что делаешь успокойся дружок так ну ты пларку там парке принципе дела неплохо но и упака тоже они дела это хороши вот ну фаз бот ил вот он фас сапог все фас все хорошо все по таймингу главное кто бы трудно контролить но пока что контролит пак но его царите до против речата без станов играть очень плохо был бы здесь например дни ну или может быть дизатор как-то был активнее поставил бы он свой киотик сил туда бы могли и джаггернаут туда запрыгнуть вертушка и бэйну бы на понимаете в бэйна вот только сейчас второй полный полный уровень брейнсап но брейнсап мало дэмэдж заносит еще и не дает никого дизейбла акс вот видите терпит терпит но правда бегает вперед на всех бы хоть ну а что ему еще остается делать это же акс вот смотрите это же акс заметили не нужен акс бежит нет бим бим да еще один удар акс погибает бим бим по аксу то и ну загулял загулял откровенно говоря акс тут сразу получил все и last word и керсы тут еще и семечко было в него посажено ну проросло оно проросло ну что акс я же говорил акс ты же не кентавр ты должен понимать что ну как бы топор то у тебя большой но стана нет такие дела такие дела что у нас там центре в центре у нас пока у ты ладно распакал то и мы тоже но ведь видите ли что все правильно смотрите еще и крипов там блокирует блокирует крипов то линию в свою сторону серии 4 лево то уже у него есть у акса еще нет четвертого но уже скоро будет кстати улича не просто 4 4 с половиной и ни разу он не умирал ну тут пингу сейчас давайте обойдем наконец-то тут обходит дизраптор но все там прекрасно видел благодаря этому варду все видно все слышно вот эти руна то замечательная появляется для пака кстати пак что пак 5 лево вот еще чуть-чуть и он может выйти гонгануть хотя он может выйти гонгнуть и просто так то что инвиз есть а потому что есть инвиз хотя к вам тут дизраптора забрать можно вообще на легкие 400 хп он пингу да да и в него давнего нового так далее новую ну и по часам зайдет заберете за ратор я больше чем уверен то что надо это делать и но ну 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 пак пак и видимости не видно и вон тут все подходят отходят по товар подходит по товар и пак но потому что пропал пак центра сразу же информация прошла ну и руда просто не видели не знает какая руна ну пак со сайленс и койл давай-давай-давай сейчас там надо 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 личам лично уже нужен лично помощь ну пак пак что где же лично где лично сюда часто сайленс появился сейчас должен увидеть прям по краю ходит этого вижу на все таки есть дали сайленс дали койл все полетело нового да нового лично крутится но пак уже ушел на арбе сюда в общем-то удался ганг долго там пак выцеливал его этого своего оппонента ну и по макс там пинговал что ребята там типа что-то у вас есть намечается но бы в итоге забрали стенды на их конца ну бывает бывает кстати вот три плава смотрите 30 на 11 у луны вообще все великолепно то есть опять опять как в прошлой игре команда бить идти выигрывать все три лайна и потом дальше доминирует всю игру но посмотрим будет ли будет ли с командой аимга точно так же но пока это так пока это так и пока неизвестно будет ли так и продолжаться ли не будет ну вот опять видите лично горит а у меня маны нет но буквально там 5 секунд и я сейчас слушаю крепочка а второй то уже сакрифайс есть у него вот 5 маны надо ему еще 1 3 2 0 ман и все слушал и вот еще и уже есть на frost blast а еще чуть-чуть и будет еще и chain frost ребята тогда мы будем разговаривать совсем по-другому посмотрите как подставляется как подставляется джиггернаут и джиггернаут всего лишь у четвертого левела то а лич уже практически шестого уже 6 боже ли 6 ничего себе не вкачал надо надо брать чайник там берешь чайник я не берешь ладно леча оставим как-то мы очень много внимания ему уделяем но почему бы и нет там уже все события происходят именно в той части уделили бы внимание ферсбладу да вот упа 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 смог ребят смог а в смоке на кого выходят на темп ларку а если просветка сейчас посмотрим а есть вот такой вот центр его окей великолепно именно остались от пудку одну и пудка что пудка но увидите сагрил на себя его дитеру но убить пудку будет сложно особенно если у вас нет ультимейта а вот у луны то ультимейта тоже нет ну так бегая здесь айскрим бегает айскрим это по-моему фэйзы да к нему летят или не летят вот нашли нашли ты хорошо так дремкойл поставил тут есть все дали в него надо уходить не видимо тут есть корни есть все так корни таксуально и побежал но все-таки забрали даже целых двое это забрали вот у телекинеза не дают выйти что снэйл побежит назад а бежит назад вот он вард центре вард пострадал немножко от тавара но по итогу он пригодился темп ларка погибла но там без вариантов было на самом деле как-то ситуация была не такая уж и острая не такая уж и острая как-то я не понял где погиб дизраптор там же что ли как-то так ну вот вышли на джаггернаута окей джаггернаут крутится но тут то лечь есть лечь есть а что лишь лишь сейчас чайник то не надо лететь надо отменять или нет все-таки прилетела там плакал кей а вот парки же есть мэл то бежит она залетим заметила хорошо может быть все-таки забрать ларочка солнышко ну давай там уже все собрать все пять героев здесь у командой инга точнее 4 он побежал побежит побежит же и бежит и бежит назад тут тем временем кстати что есть уже что-то что же такое тирун дети рун что ж ты без шестого то может быть в лес пойти станут есть что наконец-то есть 6 окей но видят здесь айхонса ну что дал 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 кучу заснул так вот почему обурдить его быстро разбудить его но все проснуться но поздно так вот battle fury крутится мистер брэнта пак что делать пак не значит я тот факт а может ну хорошо от замедли его пока не дает вакуешь и там койл бросил dream call точнее бросил но пока забрали хорошо распечатали чет распечатали dream call я сказал dream call вот он dream call иллюзори орб бросил иллюзори орб ну поймал джиггернаут пока и правильно пак там надо было бежать в эту сторону вот побежал бежал назад надо было сюда дальше бежать и попробовать dream call через леса опустить так но не получилось хорошо но кому-то эти фракты достался не ясно так новую дали в темп ларочку замедлили кому фраг достался и достался джиггернауту но очень важно джиггернаут достался фраг джиггернаут 1200 1200 9-й минуты игры смотрите как активно да играют ребята ну хорошо 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 ак сюда пришел ну решил что там вверху не получать но внизу будет лучше и это правильно это правильно потому что пятером уже здесь надо выходить на пуш если вас пятеро но пятеро могут отличал очень сильно пострадать так лично нельзя же но он сагрился нельзя его сагрить не сагрил печатать личную личность колда бросил еще раз летает какой-то кожа через фроза очень бит этот джиггернаут бежит назад что что кто-то пларка тоже все бегут назад минус 3 уже джиггернаут дружок спасешься или где-то какой-то у него range 800 или что 3000 новый range какой-то как будто бы там через весь экран тут вич впустил вову но на самом деле да вот на весь экран но в это раньше он подметил так куда по сейчас видно на весь экран и что ну 1 в беду сразу же такая ответочка минус 4 ну пережить такой каша будет очень очень сложно да и по графикам посмотрите тоже такое падение ну то есть постепенное падение но уже где-то 4000 по золоту и вот четыре с половиной по опыту преимущества у команды петите петите вот так вот бить и тити ой неудачная неудачный киотик филд неудачный неудачный ну что вот совершенно не знаю сейчас xq это что вы можете делать с этим своим дизраптором и и и и и да и вся команда в принципе не знаю что делать ну так сбегает там пытается за счет за счет чего не значит за счет четко может быть как-то на на счет того что у пудки нет маны вот просто поэтому он пытается как-то напрягать луну но честно говоря мне кажется не убьет здесь луну даже если весь проказ не удаст хотя хотя может и убьет но ты посчитаем то она здесь мы эти battle hunger один берсерки 1 ну конечно не убьет длительность две секунды длительность сколько секунд урон 15 ну короче мало а battle hunger полезная штука для акции потому что раньше это просто давала горелочку да вот ну давно 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 давала сейчас уже и замедляет передвижение плюс еще доп скорость дает акцию поэтому battle hunger бросать надо на 1 хотя бы иметь его надо но им тоже бросать постоянно почему нет вы замедляете героя даже полезно по артефактам что пока у нас пауза давайте посмотрим но у луны видите 1200 и если ему доминатор и по тэшечка все у него великолепно топовый крипстат на карте и да и по за по добитым и по динайна все у него хорошо есть у нас также личи лечь ведь его выходит кстати у него то уже есть 1 2 ага ним а причем это больше 1 2 даже 1 где-то там 1 35 2 вот как-то так потому что 1200 и пища стала 2000 ровно лечу и у соли все равно у соли серфу саппорт эти смоки смоки варды и так далее ну трианг протектор тоже как бы саппортит но есть у него хотя бы соул ринг салинься до соли сером увидели что же касаться команды а им году вот он до бэйн со смоком с вардом стопашечка вот он без raptor сапожком вот она темп ларка сапожком вот он джаггернаут сапожком и спойн бустера ну и все короче плохо тут только тоже все сапогами короче сапогами ребята так летят как-то решили загонка посреди тут выходит а выходит соли сервер кей арунами дал киорсу пытается блокировать до блокирует хорошо тут летел факт поставил dream call салинсу акс ты пол делать но бимом сбила пудка пудка сбил бимом 10-1 кстати вот пока мы пропустили а у пак это блинг даггер вот так вот еще и руна была регенерация может быть ну на тап ларку конечно сложно будет может один на один ему забрать но мы уже попробовать можно попробовать но на три плавить три плак как бы в которой джаггернаут такой вот милая улыбочка и пока что активно проигрывать но отлично но сейчас еще чейн фруста забросит на троих вот и все и до свидания чейн что frost или не frost ну лишь лишь по сути вот один может разобраться с тремя я у я вот ребят зуб на холодец что называется и и ничего ну короче все у нас пока заниматься какими-то своими делами все что бега все ходят у на вот пушит тавр как бы команда им газ зажалась где-то на своей половине тоже по своим лесам где это так так смотрите решил наконец-то фармить леса хотя уже поздно фармить леса на самом деле но вот выходит на тэп ларку то в невидимости пак сейчас дремкоил а тут 10 секунд это дремкоил а нет все кисалин дает 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 резюрер дальше что но тут темпы тэп ларка может еще и уйти отсюда или нет все таки тэп ларка зачем ты вернулась и за тэп ларка куда ты назад и побежала погибать еще тут у нас эксквета погиб триан протектор его своей могучей рукой на 108 дэмиджа вписал ему в лицо или там в бочину этому дизраптору и и все еще это dream dream call сэкономили понимаете ох dream call сэкономили пакета pt 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 артемон супами да что ты делаешь успокойся хватит ну но все плохо честно вам скажу ребят у команды а мга все очень и очень плохо я даже не знаю что посоветовать станов нет но вот как бы у команды бить и титти тоже их нет но когда они у вас есть это преимущество за геннаду только сейчас шестую лапу 13 минуты шестой левый вынужден кином вверх форме здесь и что-то гоним а гоним будет у него но он совершенно ничего ему не даст потому что там уже все такие плотные посмотрите дерево 1000 хп тут упака ну вот pt переключить будет там почти 900 но тоже немало стали 800 ну короче уже все хорошо уже даже и луната ну нет ну ну как бы один на один любого убьет джаггернаут тут как бы без сомнения да потому что ульт им крутилка это не переживается но но как бы в толпе в толпе вот тут довольно таки неплохо неплохой хп пул в целом у команды бить и титти и тут может быть мека скоро мне мекки не будет кто-то мекку вообще собирает никто не собирать хорошо полетел полетел пак тут ой-ой-ой пак украл вот это воришка то ну и прыгать его джаггернаут но ведь ведь джаггернаута не убил не убил актом не убил по боже как долго пак живет ульта поставил и где лич где лич где ультимет литя остались схватили ну что рума не то схватили зажали во все просто в него тут выкинули тут дерево то где лич лично где луна ну что два в два разбегут акса нельзя отпускать нельзя за гаксом за аксом никто не бежит за аксом забрали пока дизраптора окей хорошо за темп ларкой побежали у кого дайгер на герна гоня дагер был у пака но пак мертв пак мертв и и и и ну окей два фрага сделала команда аимга в ответ в ответ команда бить и кить и сделала три но в принципе неплохой размен он плохо подрались потому что ну плохо было потому что по очереди сражались вот тот самый пресловутый конвейер то есть очередь так фактом на себя уводил но как бы там можно было в той ситуации драться и в принципе ну все нормально сделай просто как бы не сориентировалась команда вовремя там не пришли все но и может быть не думали ну давай запроса на самом деле пак сделал ошибку ну как ошибку просто пак прыгнул отсюда помните за рун и он прыгнул сюда украл из подноса у акции потом начал бежать вот сюда наверх вот если вы этого мува не было я просто пак чуть пожадничал и за рун до этой но как бы потом по факту он сделал там очень много и в итоге fight был выигран но все равно как бы без руны файта бы не было но файл сейчас в принципе любые на рукам а dbt и размен на руку им потому что у их оппонентов и так денег вообще нет посмотрите вот уже семь с половиной тысяч и по опыту и по экспе преимущества и как бы саппорт и утка и который без денег который даже на варды у них нет это очень очень плохо ну на фармиту на фармиту будет на фармите 65 секунд пока у нее не перезарядиться ультимат я думаю за этим то не будет прыгать уже пак за этой руна нет не прыгнул факт это плане кстати появился блин даггер а это кстати что кстати ничего кстати это все плохо на самом деле на 16 минуте блин даггер когда у луны уже бкб есть эти вот бкб и ну ведь стояние то эти невыгодной команде а им га у них и так по опыту все плохо и по золоту а вот эти вот стояния они дополнительных отбрасывает назад но может быть аж тут пока акс там что-то акс видите выложил транквил и чтобы ну и понятно почему хорошо хорошо выложил ну тогда я еще далеко хорошо лича вот лича поймали лича поймали в кентик сил но тут еще нет шестого поймать его нет шестого вообще нет шестого все хреново вот такая такой каламбур на сегодня у нас будет и и и ну акс ну акцент это грамотно действует но грамотно грамотно но 1600 и 8 левел как бы 17 минута это сложно стоял три смерти метна все равно в общем так прыгнул а хорошая то инициация дремку отлично дотача отлично опять не успевать бим дали уберем дарку всех убили минус 3 боже где акс вот он акта что акта да не пойдет луна три фрага сделала что ты девочка то моя как ты так ты чего ты чего а ты с клипсом то ну ребят внутри на 18 но 17 минут он сам это деле вы чего вы чего и джаггернаут джаггернаут где твой гадим улича уже есть агоним он стоял сложной джаггернаут стоял в легкой агонима у него нет дизраптор минус ребят вот вы слышали этот смех луны вот это то что хотел такой еще и на последнем хп это вот фортификация ну короче очень много ошибаться команда им ганну сожалению в этой игре не светит тут как бы все очевидно очевидно и невероятно точнее очевидно и вероятно но тут как бы никак из этой ситуации уже не выслать и пак опять прыгает дает саленс еще чей просто полетел ну это раз не такой хороший но как бы сбил рефракция на стоп ларочки туда что-то драться ну же гиром хорошо 8 лэвов нету ничего ничего нету джаггернаут ошиблись с гирнаутом в том плане что не было возможности убивать у джаггернаута джаггернаут тот керри вот на самом деле которому надо который активный керри то что отвертелка она максимально демоджей на максимально полезности вносит на ранней стадии игры вот как раз до восьмого лево то есть до минуты 15 то есть надо как можно больше подраться да если джаггернаут будет убивать ничего страшного но там если у него там допустим 5 2 будет счет в 18 минут это будет великолепно потому что он во-первых и насторожать надо в трипл уйти но он был в трипл сложно дойти со станами чтобы цепляли джаггернаут крутился потому что когда джаггернаут крутится ему ничего нельзя сделать а в начальной стадии игры демодж с руки какой-то ну вот восемьдесят шесть минутам 50 до 50 51 там 60 демоджа но 70 демоджа с руки но когда джаггерант крутится то его никто не бьет от него просто все убегают а в него отбросить никакой станет у них нельзя потому что ему дед магии понимаете вот чем проблема джаггернаута поэтому в триплу и надо например с личом и самкингом там или леоном там роста и кем-то такие вот чтобы далее не йог зацепили но а джаггернаута пошел дальше бить но пока бьют у нас кстати рошана команда бить и тети то тут пытаются что-то придумать но а что же вы придумаете то но отогнали хорошо от рошана но очень разобщена команда амгавите у них часть здесь находится три героя внизу три героя верху эти можно воспользоваться и всех по очереди то и поубивать опять в никуда дизраптор и киотик филды короче пускает очень и очень нехорошо xq это как-то тратить напрасно бегает афак в инвизибилити может сейчас у кого-то найти может инициировать хорошо хорошая хорошая может быть инициация ждет пока побольше побудутся игроков ладно мы не смотрим на рошана потому что нам это не важно важно вот здесь вот ну пак 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 вот 33 пробежала на стали называть сайленс и древко молодец пока какая игра пока просто все хорошо за них стор пошел тут луната с ультиметом забегает и все уже будут рассыпаться минус 2 уже быстро как так ну вот так ребят вот так вот рошана ставьте в покое оставьте его в покое ребята он заслужил это да и падает у нас трон к сожалению для команды амга но надо еще тренироваться для джаггернаута нужна другая трипла и нужны более интересные герои ну в целом отметим что в целом ответим что игра была выиграна в салат в одни ворота и было не очень интересная ну да потому что как бы ну совсем плохо было у команды амга не знаю с чем это связано может быть с пиком как-то вот перемудрили ну и джаггернаута ты не в общем ладно они анализировать мы уже не будем с вами потому что но смысла нет все все трилайна были проиграны ребят когда вы проигрываете даже триплу в харде ну то есть не входят триплу вы зелание если вы проигрывать одному лечу ну как так вот какая может после этого игра никакой но вот это никакая игра и случилось уходим с вами на небольшую надеюсь паузу потому что насколько можно типа уже ждать мы ждем по часу потом играем там 15 минут и и и но не отключайтесь ребят встретимся с вами через несколько минут на следующей игре